Если анализировать весь динамический ряд, мы видим, что подобные характеристики пространственного распространения загрязняющего вещества, в данном случае серого водорода в атмосферном воздухе, были таковыми не весь период. Например, 9 сентября мы видим со стороны СТВ, рядом со станцией наблюдения за качественным атмосферным воздухом Гурьянова, зону, где превышались гигиенические нормативы по серого водорода. А 25 июля мы видим пятно.